Девушки отдыхают 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 Они любят вспоминать про войну. Или когда нужно было бороться за каждый кусочек хлеба, за крышей над головой. И тогда мне загораться глаза. Потому что тогда в жизни был этот самый смысл. А теперь... Что ж, у каждого есть хороший дом. Все сыпли. И денег вроде бы достаточно. Но в глубине души они понимают, что чем-то обделены. Это как болезнь, о которой все знают, но предпочитать не говорить. Делают вид, что все хорошо. И даже убийства, жестокости, сожженные дома вроде бы неизбежны. А чему нас учат? Зарабатывайте денег и как можно больше. Но нам не нужно еще больше денег. Ни мне, ни многим другим. Ведь невозможно до бесконечности скупать новые шмотки и все прочее. Но профсоюзы советуют заколачивать еще больше денег. А в журналах и по телевидению говорят, как правильно их потратить. И вроде бы все здоровы, все окей. И никакой болезни в памяти нет. Я просто говорю вам о том, что вижу вокруг. А сюда я пришла, чтобы наконец все понять. И то, что вы мне говорите, ну про литературу и театр, это придает мне силы. И потом я живу с мыслью, что через неделю приду сюда снова. Знаете, сегодня Дэнни пытался не впустить меня к вам. Предлагал пойти в паб с ним и моего дружка. То, что я хожу к вам, вызывает у него литую ненависть. И контролируемую, знаете, как наркоман. Люди ведь вообще не любят, когда кто-то пытается вырубиться из тая.